Не совсем обычной выдалась нынешняя зима. Принося радость тем, кто любит поиграть в снежки и подышать чисто морозным воздухом, она доставила немало хлопот коммунальным службам города. После того, как с проезжей части и тротуаров исчез снег, обнаружилась настоящая беда для автомобилистов. Они столкнулись с проблемой повреждений дороги. Пока погода не дает возможности работать с горячим асфальтом, были применены новейшие технологии – укладка так называемого холодного асфальта. Но не на всех участках этот передовой метод ремонта автодорог оказался применимым. Тем временем вопрос ремонта дорожного полотна взят на личный контроль главы города Юрия Араскина. В администрации муниципального образования вопросы технической документации и всей процедуры проведения документов на электронные торги обсуждаются на рабочих совещаниях. Список дорог, в первую очередь поставленных на ремонт, обсуждался с новотрайчанами. Конечно, не все пожелания удастся претворить в жизнь. Вопрос ведь не праздный, а финансовый. Так, в этом году планируется капитальный ремонт улиц Железнодорожной, Зеленой, Гагарина, Уральской, выезда на село Хабарное, ряд поселковых дорог в Акермановке, дворовые проезды Винокурова с улицы Зеленой и Жукова. На 5 апреля 2016 года государственные экспертизы прошли 5 смет и столько же находится пока у экспертов. В конце недели сотрудники Управления архитектуры и капитального строительства подготовят еще две сметы. Также на этой неделе специалистами администрации будут осмотрены гарантийные дороги и данные предписания подрядчикам на устранение дефектов, потому что есть серьезные претензии к тем, кто ремонтировал дороги города в прошлом сезоне. 4 апреля 2016 года прошел электронный аукцион и определился победитель по ямочному ремонту. Это фирма из соседнего города, общество с ограниченной ответственностью, СтройСити. Ну а тройские фирмы не были допущены к аукциону в связи с некорректно оформленной документацией. Уже в конце апреля специалисты СтройСити приступят к работам по ямочному ремонту дорог. На все ремонтные дороги администрации города будет направлено 35 миллионов рублей. Теперь дело из-за погоды, которая в этом году откровенно ошеломляет то двухмесячной нормой выпадающих осадков, то обильным апрельским снегопадом. Продолжение следует...